Всем привет, меня зовут Адар и сегодня мы с вами поиграем с очень интересным сетом, который был сделан самим Valve для Team Fortress 2. И, как вы знаете, все эти оружия в разнобой вроде более-менее хороши, но все вместе это какая-то дичь. Судя по статам, это просто, ну, в теории не должно работать. Ну и, конечно же, мы попадаем на легендарный Туфорт, где мы проведем целую прекрасную игру для нашего любимого солдата. На Туфорте все как обычно, по-сумасшедшему, везде все умирают и, ну, я, конечно, тоже буду одним из этих людей, кто умрет в скором времени. Но не так. И даже не так. Она много тупее. И много раз. Здесь, на Туфорте, вы можете увидеть типичного представителя МИДа Снайперус Гейбусус, а также его более старших сородичей Снайперус Авэперус. Здесь, конечно, очень много различных представителей классов, и они все какие-то сумасшедшие. И вообще, на этом Туфорте происходят какие-то дикие вещи. Все умирают и взорваются. И да, вот, сработало комбо. Я выстрелил и попал мини-критами с дрововика. Вау, аплодисменты. Проблемы, эмоджи, аплодисменты в комментарии. Пока я играл, я понял, что мне нравится этот Рокет Лаунчер. Из-за того, что у него ракеты летают очень быстро, и их просто больше... В теории появляется больше шансов попасть во врага. Спускаясь за аптечкой, я подумал, что, ну, наверное, каждый Хэвик добрый, и он увидит, что в него не стреляет, он не будет стрелять, но меня предали и обманули. После этого я никогда больше не доверял Хэвикам. Дальше, как вы можете увидеть на экране вашего телевизора, мы видим типичного представителя Солдатус Рандомус, который использует непонятную комбинацию предметов, чтобы побеждать своих врагов. Не, ну я, конечно, пытаюсь все как комбинацию использовать, но, блин, это полный хаос. Туфорд это всегда вот такая дичь. И вот этот пирес сейчас такой, просто WM1, это... Что за вообще фигня? Я, конечно, как и все, обожаю эти приключения в канализации, которые обычно не приводят ни к чему хорошему. Но обычно ты заходишь в канализацию, там какого-то хрена толпа народа и с одной командой, и с другой. Но в этот раз только наши сидят, и я такой довольный. Пей чай. Я, конечно, как настоящий лидер всегда воспользуюсь возможностью отправить своих соратников вперед, чтобы они побыли местным щитом. И потом я просто пришел и добил всех остальных, как это должно происходить во всяких эпических героических видосах. Но с этими демонайтами все не тут-то было. Ему, видимо, очень нужны были эти головы. Конечно, не стоит на Туфорте и вообще в ТФе забывать о такой вещи, как дружба. Поэтому веселитесь, когда можно, со своими тиммейтами. И, например, в такой прекрасный момент, когда доносят разведданные. Спустя три минуты видоса вы такие... Адар, а где обзор этого долбанного комбо? Почему ты не обозреваешь эти оружия? А я по ходу игры совсем забыл о том, что я должен был делать. И вообще впитал эту всю атмосферу Туфорта и начал потихоньку превращаться в типичного представителя Туфорта. Борьба с центрями, конечно, это вообще дикая вещь, особенно с этим оружием. Десять ракет пришлось потратить, чтобы просто обычную центри уничтожить третьего левла. Ну и все остальное. Конечно, такие вещи меня пугают очень сильно. Чем вообще занимается этот скаут? Мне кто-нибудь сможет объяснить. Он просто стоит и зовет помощь. И ничего не делает. И тут я задам вам вопрос. Что же произойдет с Адаром? Ответ А. Адар победит. Ответ Б. Адар проиграет. Даю на голосование 10 секунд. Ладно, я солгал. Я не даю времени. Просто смотрите. С каждой минутой люди становятся более сумасшедшими. И, как вы видите, в этом моменте все только катится в какую-то бездну безумия. Сейчас, конечно же, вы в комментах должны будете написать аплодисменты, Адар. Ты снова сделал мини-крит дробовиком. Молодец. Это, конечно, просто какая-то жесть. Играешь, играешь, и иногда тишина разозаряжается каким-то хохотом из места с разведданными. Или вообще какими-то адскими звуками из тоннелей канализации. Конечно, как вы знаете, я абсолютно ненавижу узкие коридоры и такие помещения, где вот происходят вот такие вещи. Но вещь, которую я люблю, это обходить врагов и убивать их медиков. А потом просто глупо умирать. В общем, вот в этот момент я понял, что мне нравится этот рокет-лаунчер, но только против легких классов. В остальных случаях он немножко не дотягивает по дамагу. Жаль, конечно, что они победили, но главное, что было весело. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, и увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»